Всем привет! Меня зовут Савельева Евгения, я студентка высшей школы бизнеса программы стратегический менеджмент и консалтинг, второй курс магистратуры. На втором семестре под конец магистратуры я попала на мобильность. Я нахожусь в Венгрии в университете Печа. В этом видео я хотела бы поделиться инсайтами про первое впечатление о стране, в университете, о сложностях, которые были на пути, чтобы прибыть сюда, и о том, как вообще здесь нас встретили. Ну, наверное, с того, что было до того, как вообще мы сюда приехали. Почему я говорю мы? Потому что на мобильность я приехала с девочкой, тоже из вышки, но с общеуниверситетского конкурса. И также вместе со мной учится другая девочка из высшей школы бизнеса, из бакалавриата, и мы живём вместе. Вот, ну, приехали мы раздельно, потому что у неё были проблемы с визой. Что касается визы, моя рекомендация начать собирать документы как можно заранее. Вот как вы узнали, что вы попали на мобильность, всё, вы готовите документы. У меня были сложности с точки зрения финансов. Во-первых, сразу скажу, что есть несколько опций. Вы можете собирать документы самостоятельно, вы можете обратиться в какое-нибудь агентство. Вот, я собирала документы самостоятельно и обращалась по вопросам в центр ВФС, как это так называется. Они мне отвечали на все вопросы, при этом они не давали чёткую обратную связь, например, по тому, можно ли предоставлять банки под санкциями или нет. Они не сказали об этом. Девочки с прошлого обмена мне говорили, что нужно предоставлять банки не под санкциями. Ну, конечно же, я послушала людей из ВФС. Для визы собрала документы с Тинькофф банка и МТС банка. МТС банк – это моя зарплатная карта, а Тинькофф – это просто там, где мои инвестиции, мои сберегательные счета были на тот момент. Я подала документы на визу где-то через две недели после того, как мне пришло подтверждение, что меня здесь ждут и мне предоставят общежитие. Через месяц где-то прислали письмо, что мне нужно подтвердить финансы с другого банка, не под санкционного банка. Мне позвонили и сказали, что лучше всего оформить ОТП. У меня были некоторые проблемы с этим банком, поэтому если вы собираете документы на визу, сразу идите открывайте счёт в ОТП банк. Если у вас есть подтверждение от родителей, то пускай ваши родители откроют счёт там. Иначе вы, как я, под конец дедлайна будете пытаться открыть счёт, а там будет очень много заморочек. Например, то, что чтобы получить справку, нужно сходить в отделение, потому что у них нет курьеров. Чтобы вам сделали справку на английском, это нужен запрос службы поддержки, потому что это не как в Тинькове одной кнопкой делается. Поэтому, если вы хотите без проблем, пожалуйста, сделайте финансы в ОТП банке, к вам не будет никаких вопросов. Это, наверное, единственное то, что у меня не получилось с первого раза, но мне сразу прислали подтверждение и выдали визу буквально через несколько недель после того, как я отправила свои новые документы. Я здесь не хочу рассказывать про то, как мы готовили пакет документов на мобильность, потому что это не сложная. Весь процесс описан на сайте. Главное, на что стоит обратить внимание, это финансы, это ваш уровень английского и ваша готовность выйти из зоны комфорта. Про первые впечатления. В первый день меня накрыл культурный шок. Я думала, что меня это не коснется, но в первый день по приезде меня все очень сильно раздражало, потому что я никогда до не жила в общежитии. Я всегда жила в квартирах. Из-за того, что я приехала одна, хотя мы хотели приехать вместе с другой девочкой из бывшей школы бизнеса, мы хотели жить вместе, но так как Вероника не приехала, меня определили к другой девочке из Казахстана. Я вместе с ней прожила неделю. Это была худшая неделя в моей жизни, потому что у нас не совпадали графики сна, и она не спала ночью. Я люблю спать ночью, я люблю вставать рано. Она спала до не знаю скольки или, например, не спала ночью и сразу шла в университет. Конечно же, она слушала ночью музыку или еще что-то делала. Я не могла просто жить в этой комнате вместе с ней. Так получилось, что в общежитии вы живете вдвоем в комнате, и если ваши графики не совпадают, это очень не очень. И также нам на тот момент мне не повезло с соседями, потому что они не следили за чистотой. Но сейчас ситуация обстоит лучше, потому что я переехала в комнату к Веронике, мы живем вместе, и две девочки из другой страны, из Китая, также живут вместе с нами. Мы их приучаем к чистой плотности и в целом соблюдаем какие-то элементарные правила. Это помогает нам, людям, которые никогда не жили в общежитии, как-то смириться и адаптироваться под новые условия. На самом деле очень много интересных историй при общежитии, но если вы едете сюда, вам нужно быть готовым к тому, что вам нужно будет жить в общежитии. Либо, если вы хотите, вы можете снять отдельно комнату или квартиру. Но лично у меня другие приоритеты. Например, я лучше потрачу деньги на путешествие, чем буду снимать квартиру, потому что я также снимаю квартиру в Москве. По поводу страны, по поводу языка. Здесь большинство разговаривают на венгерском. Венгерский вообще не похож ни на русский, ни на французский, ни на английский. Вы не поймете венгерский вообще никак, даже аналогиями не поймете. Будьте готовы к тому, что вы будете общаться с людьми на переводчике, потому что многие не знают английского языка, но университет и international students, так сказать, все говорят на английском, поэтому вы не будете одиноки. Сам город, сам печь мне очень нравится. Он очень сильно отличается от Москвы по ритму жизни. И я сама не из Москвы, я из города Саратова. И чем-то печь мне напоминает Саратов, только печь еще меньше, где-то 160 тысяч человек населения. Вы все друг друга знаете. Теперь я выхожу на улицу, каждый день я кого-то встречаю. Это очень интересно, когда все находится в быстрой доступности от твоего места жизни. Везде все близко, везде все можно купить. Если вы переживаете, что что-то забудете дома, не переживайте. Здесь все можно купить, здесь не какой-то дальний угол. Университет. Как нас встретили в университете? Я приехала в четверг вечером. У меня было три дня до первого дня. Потому что изначально он должен был быть в пятницу, но его перенесли на понедельник. У меня было три дня, чтобы просто познакомиться с городом. За эти три дня я погуляла по городу, посмотрела, что здесь. Познакомилась с девочками. У нас образовалась группа девочек из разных стран. Из Японии, из Нидерландов, из Италии. И еще нашли одну девочку из России. И до сих пор общаемся, до сих пор вместе ездим в другие города, встречаемся, играем в настольные игры. Это очень классно. Получается, я сама нашла себе людей, с которыми могу общаться. И в понедельник нас ждали в университете на ориентационной сессии. На ориентационной сессии нам рассказали про все документы необходимые, про процесс обучения, про процесс выбора курсов, про процесс оформления временного вида нажительства. И вообще очень международное дело в пище очень отзывается, не отвечает на сообщения. При этом, если вы придете туда ногами, вы получите то, что вам нужно. И все вопросы решаются через систему Нептун. Нептун это такая ЛМС, я не знаю, как это еще по-другому назвать, административная система, где вы можете выбрать курсы, вы можете оформить справки, оплатить за общежитие. Нам все это рассказали, и у меня не было такого ощущения, что я здесь одна, ничего не понимаю, потому что нам реально дали очень подробные инструкции, и уже потом я рассказывала другим девочкам, как, что делать, потому что их факультеты не рассказали им об этом. У нас факультет это faculty of business and economics, и наш факультет очень отличается от других, потому что нам, например, дали бутылки на первом дне такие специальные пластиковые с именем факультета. Нас представили, нас проводили по университету, у нас образовался круг внутри университета, круг друзей. И это очень классно, потому что ты не чувствуешь себя каким-то брошенным или ничего не понимающим, потому что у тебя есть люди, которые тебе могут помочь. Несколько важных вещей, которые стоит знать. Здесь есть проблема с картами, и я вам советую заранее оформить карту международную. Казахскую, у меня немецкая карта, поэтому если у вас нету карты, то вы будете платить только наличкой, потому что карту вам здесь, скорее всего, не откроют, потому что сейчас у людей из России есть проблема с открытием карты венгерских банках. Позаботьтесь об этом заранее или будьте готовы к тому, что вы всегда будете платить наличкой. Еще момент по поводу бюджета. Бюджет может быть разный, все будет зависеть от того, сколько вы будете путешествовать, сколько вы будете тратить на еду, где вы будете кушать, как много вы будете пить кофе. Ориентируйтесь на то, что вам нужно 60-70 тысяч в месяц где-то, чтобы здесь жить комфортно. Можно меньше. Естественно, я знаю людей, которые имеют меньше денег, при этом это не мешает им жить здесь спокойно и комфортно. У меня вот такая сумма, и отдельный бюджет на путешествие туда же входит, но иногда я могу заплатить больше. Наверное, это все, что я хотела рассказать про первые впечатления. До скорых встреч! В следующий раз я вам расскажу, как нам здесь учатся, какие сложности, какие есть интересные моменты и куда мы уже успели съездить попутешествовать. Все, всем пока!